Библейский портал экзегет.ру представляет Богословское послание к Титу построено не совсем так, как большинство других посланий в Новом Завете. Там сначала богословие, а потом практические выводы. Здесь скорее наоборот. Как нужно вести себя руководителю христианской общины, а чем ближе к завершению послания, тем больше богословских обоснований. Вот во второй главе он напоминал, какой должна быть проповедь. А, собственно, о чем проповедовать-то? Напоминаем, чтобы подчинялись начальству и властям, были послушны и готовы ко всякому доброму делу. Вот здесь хочется спросить, а есть ли начальству приказывать сделать дурное дело? Ну, ведь бывает же такое. Что с этим делать? Вы знаете, вот Павел, он дает всегда какую-то идеальную картину. Мол, дальше сами разберетесь, вот как должно быть. И тем не менее, мы же видим здесь, ясно написано, чтобы подчинялись начальству и властям, были готовы ко всякому доброму делу. Ну, значит, есть какие-то ситуации, когда дело зло и к нему готовым быть не надо. Вот как тогда быть, как тогда подчиниться начальству, но дурного дела не сделаться, он не описывает. Может быть, следующие пару веков христианской жизни, они будут как раз поиском практического ответа на этот вопрос, как быть в подобных ситуациях. Обходились без оскорблений и ссор, были сдержаны и ко всем людям проявляли кротость. Вот такая градация. Есть существующий порядок, закон, социальное установление, их надо уважать. Ну, а кроме того, быть благожелательными по отношению вообще ко всем людям, что, конечно, никаким законом не предписывается. А более того, а почему это мы должны быть к ним благожелательны, если они язычники, если они творят всякие мерзости? Ведь и мы когда-то были безрассудны, неверны, мы блуждали, как рабы своих желаний и всяческих наслаждений, вели себя злобно и завистливо, сами были отвратительны и друг друга ненавидели. То есть принцип отношения к другому человеку в его худших проявлениях вспомни себя, а вспомни, что и у тебя такие проявления были. Очень часто религиозность, вера и какие-то добрые дела заставляют человека думать, ну, я-то в отличие от них, да? Хорошо, сейчас ты в отличие от них, но ты был другим. Наверное, каждый человек старше 16 лет в своей жизни когда-то бывал негодяем. Ну, я про себя, по крайней мере, знаю несколько таких историй. Вот вспомни себя в этой ситуации и пойми, что в тебе не только это негодяйство было, в тебе были какие-то очень хорошие черты, и глядя на негодяйство другого, ты можешь задуматься о том, что в нем есть эти черты. Более того, это я сейчас такое как бы общее рассуждение привел, его мог привести какой-нибудь Марк Аврелий, очень добродетельный языческий император, но у христианина есть еще одно основание о нем дальше. Но Спаситель наш Бог проявил свою благость и человеколюбие, не по праведным делам, которые мы бы совершили, но по собственной милости Он нас спас и возродил в умовении, обновил Духом Святым. Его Он щедро излил на нас через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы благодать Его и нас сделало праведными наследниками в надежде на вечную жизнь. Но это вот слова, которые мы привыкли слушать, послания не очень часто встречаются, да, Спаситель нас обновил, очистил, уготовил к новой жизни, но это одновременно основание к тому, чтобы быть снисходительными и доброжелательными ко всем вообще людям. С ними это тоже может произойти. На самом деле, вот уже говорилось во второй главе, явилась Божья благодать всем людям во спасение, с ними это уже произошло, просто они этого еще не осознали и не приняли. Но вполне возможно осознают и примут, особенно если ты будешь себя с ними вести по-доброму, если ты дашь им возможность убедиться, что христианство это не абстрактная идея, но это нечто меняющее человека к лучшему. И тогда, возможно, они захотят измениться сами. Очень часто, к сожалению, на практике бывает так, что человек, становясь христианином, наоборот, становится крайне нетерпимым, раздражительным и злобным по отношению к тем, кто неправильен с его точки зрения. И надо сказать, что успешно отталкивает от веры других людей. Ну, посмотрите, вот такими хотим, что ли, быть. Вот, но дальше он дает какие-то как бы выводы из всего этого, достоверно эта весть. Я хочу, чтобы ты постоянно ее подтверждал, а те, кто поверили Богу, стремились участвовать в добрых делах. Это прекрасно и полезно людям. То есть у него постоянно, вот в послании к Титу, Павел спорит иногда об авторстве, но я думаю, что нет оснований отрицать возможности авторства Павла здесь. То есть Павел как бы смягчает свою позицию, которую он там в римлянах, в других некоторых местах излагал. Только вера, только вера, добрые дела ничуть не помогают. Вроде он изменился, вот на это даже указывают, говорят, не может быть Павел. Да нет, почему? Это же риторические конструкции. Он в римлянах спорит с теми, кто говорит, вот надо совершать добрые дела, и тогда ты заработаешь себе спасение. Нет, 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 это дар от Бога. А здесь он, может быть, напоминает тем, кто, ну, наверное, испытывает иногда такое искушение сказать, ну, я-то человек верующий, я там Богу молюсь, я там почусь, я еще что-то делаю. А это все, какая разница, как я себя веду, я грешный человек, им наплевать мне на остальных. Вот, что добрые дела и какое-то очень хорошее отношение к другим людям, на чем он постоянно настаивает послание к Титу. А я напомню, что в первой главе он очень резко отзывается о критинах, вот о жителях того самого острова, той страны, в которой Тит возглавляет общину, что они лжецы, что они кошмарные люди. Но относись к ним хорошо. Вот это некоторая такая удивительная в христианской этике вещь. Я понимаю сказать, все люди негодяи и мерзавцы, я их презираю, и вы тоже давайте презирайте. Это понятно. Можно сказать, все люди от рождения прекрасны, их только некоторых испортило там обстоятельства, воспитание, что-то еще, но надо их всех любить, потому что они прекрасны. И это логично. Сказать, вокруг тебя полно мерзавцев, люби их, относись к ним хорошо, немножко трудно. Но это ровно то, что сказано здесь. И более того, он постоянно подчеркивает, что вот это отношение к людям, во-первых, подтверждает проповедь, а во-вторых, прекрасны и полезны людям. Я думаю, что как и тем, кто делает эти добрые дела, так и тем, по отношению к кому они делаются. От глупых споров о родословиях, от раздоров и ссор по поводу закона «держись подальше», они бесполезны и тщетны. Здесь могут иметься в виду какие-то конкретные вещи. Обычно считают, что родословие, но вот были всякие такие сложные системы. В христианстве ведь очень простая догматика. Бог-отец, Христос, его сын воплощенный и святой дух, который действует. Потом будут выработаны, потом, не в первом веке, догматические формулировки, но в принципе все просто. Были гораздо более сложные схемы у гностиков, например, где были всякие сущности, всякие существа, которые были в каких-то очень сложных отношениях, кто от кого происходил. Вот эти самые родословия. Или, наоборот, человеческие родословия, то, что характерно для любого традиционного общества, не исключая иудейского, кто от кого родом, кто знатный, кто незнатный, у кого там священство в роду, у кого что-то еще. До сегодня можно слышать, да? Я люблю погордиться, у меня есть пара известных предков, ну и другие люди тоже это любят делать. Все абсолютно не нужно. Раздоры и споры по поводу закона, то же самое, да, только уже по поводу Моисеева закона. Причем, ведь можно спорить по поводу того, как его лучше соблюдать, можно спорить по поводу того, соблюдать ли его вообще или не соблюдать, это какой степени не соблюдать. Это все не важно, это бесполезно и тщетно. У человека есть голова на плечах, он разберется. Важно, чтобы его выбор не становился препятствием, не становился точкой разрыва для всей общины. Человека, который затевает расколы, о, не сказано, который не прав насчет закона, не прав насчет родословия, который затевает расколы, он может быть не прав, но это его какая-то, ну, точка зрения, с которой, в общем, он сам разберется. А может быть человек, который говорит, нет, а вот так. Человек, который противопоставляет себя другим и тем самым, который создает этот раскол внутри общины. Человека, который затевает расколы, предупреди один раз и другой, а потом отвернись от него, сознавая, что он испорчен и собственными грехами подписал себе приговор. Отвернись от него, то есть, вот то, что сегодня, допустим, называется отлучить от церкви, почему-то часто считают, что это некое такое, ну, злое действие, что это стремление как-то человека унизить, оскорбить. Да нет, это, собственно говоря, констатация того факта, что человек выпал из церковного общения и после двух предупреждений, как здесь сказано, мало ли, может это случайно, может погорячился. Я вот тоже иногда горячусь с разными вещами, говорю, о которых потом могу жалеть. Но если после двух таких вот попыток объясниться и предупредить ничего не получилось, то не нужно ничего ему плохого делать. Конечно, в истории христианства была целая плеяда истории, когда кого-то там сжигали, бросали в тюрьму, но просто нужно от него отойти, да, вот дать ему возможность самому с этим разобраться. Он собственными грехами подписал себе приговор, и это, в принципе, касается другого человека, любого, но для христианина этот приговор разорван на Голгофе. Если человек другой отвергает эту вещь, то, соответственно, его приговор остается с ним. Ну, а дальше мелкие личные замечания. Когда пошлю к тебе Артема или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь, где я решил зимовать. Проводи законника Зену и Аполлоса, постаравшись, чтобы они ни в чем не нуждались. Пусть и наши учатся заниматься добрыми делами, смотря по наличным нуждам, чтобы не оказаться им бесплодными. Казалось бы, ну зачем эти мелочи? Нет, ну, во-первых, конечно, если это личная переписка, то всегда есть необходимость кого-то рекомендовать. Вот, Аполлос, о котором идет речь, он явно тот, кто упомянут в книге Деяний, в первом послании Коринфина много раз, один из проповедников и спутников Павла. Лучше сказать, наверное, соработников, чем спутников, он не очень много с ним путешествовал. Артем или Тихик, кто это, не очень понятно. Тихик есть, правда, в Колосинах, Ефесинах. Город Никополь не очень понятно, где было несколько таких городов. Но это не очень даже важно. Но и тот факт, что вот эти наставления, какая-то высокая такая христианская этика, должны в то же время выражаться в практических делах по отношению к конкретным людям. Вот это очень важно для этих самых посланий. Можно читать бесконечные проповеди, но здесь еще и личные отношения, здесь еще и пример людей, которые должны, собственно, и получить плоды вот этого отношения. Пусть наши учатся заниматься добрыми делами, чтобы не оказаться бесплодными. Бесплодная женщина, да, трагедия для нее. Но и христианин может оказаться бесплодным, если он, даже будучи, может быть, хорошим христианином, никакого плода не принес. Приветствую тебя все, кто со мной. Приветствую тех, кто верен и любит нас. Благодать со всеми вами. Аминь. Опять-таки, эти взаимные приветствия просто формула вежливости. С другой стороны, напоминание о том, что даже на расстоянии христианская община она едина. Это было послание к Титу.